в результате несчастного случая бритва клинковая классических времен английского производства получила травму носа мне это сразу отнесло к призабавной старой истории когда попал я на больничку и в палате со мной находился чемпион всех жеков который на чемпионате получил травму носа сломали ему нос и все бы хорошо дело привычное в общем-то в контактных видах спорта однако он через одним словом после того как нос подзажил у него он начал по ночам во сне задыхаться поэтому предстояла ему операция по повторному перелому носа и естественно выравниванию носовых перегородок дабы нормально человек дышал все привезли подготовили к операции появился тут какой-то там местные супер светила на вид ему было лет 300 наверно такой божий одуван вообще дед уникальнейший вы бараны вы тут ничего не знаете я сейчас быстро пацана это самое отрихтую наркозик же в этом далее в общей и хлопец уснул и дед вмазал ему вот этим специальным молотком который там нас ломает да вот беда по носу промазал и бровь рассек мы потом выслушивали от парня этого когда он там после наркоза в себя пришел говорит что такое я на глаз не вижу осечка такая была основательная значит возвращаясь к испытуемому объекту но ситуация крайне интересная вероятно самая приинтересная если рассматривать ее скажем так вне вне душевных переживаний вот так значит это бритва принадлежащая Андрею которого я отдельно сердечно приветствую она была в результате опять же таки несчастного случая она получила прямо на носике на переходе на самом носике будем так говорить значительное повреждение повреждение это выразилось в трещине и в выкрашивании огромного массива материала этот массив он был настолько огромный для того чтобы сделать его макроснимок мне пришлось уменьшить увеличение микроскопа с 100 крат на 40 и даже при таком увеличении весь спектр вот этого нарушения я захватить не смог и украшивание вот этим вот таким образом и и и и и и и и и могу я тому свидетелем не был но по всем признакам прежде всего тактильно вот эту конкретно бритву ее точили на конкеевных камнях и здесь же меня сразу вот исключительно развлекает момент у нас есть американский коллега джаред его звать он топит за конвексные камни конвексные камень это камень который ну грубо сказать в сечении имеет наивысшую точку в центре и краям камня он как бы сужается соответственно вот это решение 100 против 1 точилась на камне кривизна которого задавалась умышленно изначально и она была обратной выпуклости то есть седловидность определенного объема была создана изначально для камней и на вот этих решениях вот подобные бритвы точились ну другого объяснения у меня нет даже тактильная когда вот фаски травы то такое ощущение что имеется скажем так обратная фаска к вершине обуха это бритва у меня уже когда-то была я с ней уже развлекался вот опять же таки ну но это 100 против одного вот они прямо вот эти фаски они сюда заворачиваться в противном случае ну во первых вот такой ширины фаски рабочей не было бы ну сто процентов и столь бы большие усилия для проведения ремонта не прикладывались чистом времени я вам сейчас скажу сколько это заняло вот здесь вот в этом месте прямо прямо под самым торцом носика вот это произошло безобразие для того чтобы свести заново фаску после этих барьера поскольку я же говорю там было там трещина такая была в носу в этом что пришлось тех барьер делать серьезнейшим естественно я понимал все риски шел на них сознательно по другому здесь ситуацию просто было не решить и так 124 минуты у меня ушло на то чтобы фаску свести и еще 52 минуты ушло на то чтобы бритву заточить полностью другими словами это сто семьдесят шесть минут у меня четыре минуты не хватило до трех часов чистого времени работы над вот этой бритвы вот такие мероприятия по-прежнему мне не с чем сравнить они самые трудоемкие когда вам необходимо ремонтировать район режущей кромки на полном клине здесь он прямо не тоже полный отрицательный этот клей кстати сказать бритва была заточена в 10 слоев изоленты пусть эта цифра не пугает абсолютно здесь по-другому этот вопрос решить вообще невозможно никак понятное дело на атоме был произведен тех барьер потом фаска сводилась на тысячном камне благополучно свелась через промежуток времени и потом окравленный успехом я перешел на скрипалика и бритва его не восприняла совсем она как-то вот сталь естественно все это дело бесконечно просматривается в микроскоп у меня зрение садится с каждым днем фактически я жарю у меня уже девчонок надо только на ощупь изобличать потому как уже вот это ходишь как грач присматриваешься короче говоря она единовременно хрупкая то есть цепится область режущей кромки и вместе с этим по глубине прорезаемых рисок я понимаю что она какая-то мягкая сталь вот такое какое-то есть стали твердые эластичные а это наоборот сталь мягкая но хрупкая вот таким вот образом это кстати сказать я даже не знаю кто производитель джеймс барлоу но вроде приличный производитель ну да ладно на тысячном камне фаску я свел перешел на скрипаля скрипаль не справился думаю ну ладно у меня есть волшебный камень он все решит и перешел я на маруку вот еще раз призываю обратить на это внимание насколько важен правильный и своевременный переход вот я на маруку прыгнул и она точно также не справилась для каждого абразивного материала должен быть строго регламентированный абсолютно точный четкий момент перехода на него в противном случае это просто бесполезно потраченное время работаю 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 толку никакого 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 наблюдаю что не 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 это все не приносит желаемого результата вообще тогда это еще раз к разговору о том насколько сложные вот такие решения в обработке я взял техническую яшму поскольку она абсолютно твердая и особо ровная навел на ней суспензию двадцатитысячного суехира поскольку он несмотря на вот эту тонкость он очень агрессивно работает все по вычищал на фасках прямо вообще основательно но время потратил нормальное количество вы посмотрите на эти следы и только потом я перешел снова на маруку на ней круговыми движениями вычищал следы вот этого камня потому что с него там достаточно такие риски остались ну значимые я не могу сказать что они там какие-то супер злые но значимые они видимые такие но я же говорю сталь какая-то такая капризненькая круговыми движениями все вычистил сменил суспензию и еще раз но я только на этом камне чтобы вы правильно понимали я потратил минут 20 но оно так и получается два часа я потратил на этом камне здесь ну наверно порядка десяти минут и на этих двух камнях по 20 минут на каждом вы представляете вот какой объем для того чтобы отремонтировать вот этот носик было потрачено кстати сказать вот сегодня мы в передовых сейчас 35 минут 1 но я доложу вам оно того стоит конечно лишний раз проверить знания умения навыки дорогого стоит я сразу вспоминаю был у меня случай когда я точно также нечто подобное но может быть не в таком конечно чудовищном объеме но мне нужно было полный клин тоже скажем так ремонтировать самый носик смотрим я потратил на сведение фаски по моему 8 часов чистого времени но дело в том что фундаментальную ошибку я при этом в обратную сторону уже идем на секундочку фундаментальную ошибку совершил в том что не не проверял камень на плоскость работал я тогда на скажите мне на маките бюджетный был у меня начальный камень всем он прекрасно знакомый макита 1200 это прямой аналог родной брат кинга тысячно вот и поскольку камень он там седло ловит практически моментально то естественно не мог я понять откуда ноги растут надо было просто брать и ровнять камень и работать это очень 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 подобное мероприятие очень затратные по времени очень затратные и опять же такие вот то вам яркий пример какой бы каким бы разнообразным и широким был бы не был бы спектр абразивных материалов есть решение которое все равно так или иначе заставят вас потратить массу времени для достижения удобоваримого результата кстати сказать очень хорошо в этом плане помогает правильная музыка вы нашли третчик приблизительно знаете сколько он там во времени идет положили камушек один или второй или третий или четвертый или пятый или десятый и все не надо вам считать количество проходов вы знаете что трек у вас длится там допустим семь минут в одну минуту вы делаете это ну хорошо пятьдесят ну шестьдесят строков короче проходов пятьдесят шестьдесят проходов ну вот посчитали сколько там в этот трек поместится и стоите себе потихоньку слушаете музыку и контролируете обрабатываемые области естественно крайне крайне скажем так периодически осуществляете оптический контроль естественно опять же таки еще один супер важный момент при подобных ремонтах когда вы сводите фаску после тех барьера первый самый главный оптический показатель свели вы ее или нет это бритву смотреть на отсвет микроскоп поскольку он не в 3d показывает вам картинку а грубо говоря в 2d вам нужно посмотреть именно как бы в разрез режущей кромки если фаска у вас не сведена то будет там отсвечиваться и на первый взгляд если еще допустим зрение там не очень мощное то можно вот этот нюансик не уловить сразу поэтому внимательно попытайтесь бритву вот так как бы покрутить вокруг своей оси и посмотреть не появляется или где в каком месте отсвет ну допустим если делается технологический барьер на всей протяженности режущей кромки тогда естественно надо все рассматривать осматривать в данном же конкретном случае естественно я знал куда смотреть на чем концентрирует внимание оп посмотрел на нос ну вот светится падла и давай дальше ее там дубасить и все только так по другому никак поэтому это конечно очень очень увлекательно при всем при этом это достаточно утомительно но безусловно результат того стоит одно конечно наблюдение за вот таким ну это скажем так если ну да лук уже копнуть это такой процесс созидательный поэтому огромную сатисфакцию приносящий хоть и тратится масса усилия но лучше тратить усилия на это на созидание ладненько на этом у меня все естественно ну хотелось бы но почта в это время уже не работает поэтому естественно отправляется старая это английская дама отдыхать на французские газеты а завтра с утренней корреспонденции отправиться законному владельцу с наилучшее пожелание у меня же на этом пока все искренне надеюсь надолго не прощаемся всем всего самого наилучшего до скорых встреч в эфире бонзай в дам и дам до